Суп! Птичка! Живая птичка где-то здесь? Сэм, хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в The Witness. Мы открыли глаза и видим деревце. Мы спали под деревцем. Да... Где мы? А, ну да, мы же здесь находимся. Мы активировали лазер и... Где он? Не видно отсюда. Сегодня мы с вами засвидетельствуем очень много новых свидетельств. А еще засвидетельствуем мою бородку, которую я подбрил. Знаете, вот когда ты отращиваешь бороду, даешь ей отрасти, а потом ее подбриваешь немного, и тебе кажется, что ты голый. Посмотрите, я похож на мальчика. Юного, гладкого и мерзкого. Как кот-сфинкс. Мне вот сейчас кажется, что прям очень-очень много сбрил, хотя в принципе немного. И теперь мне хочется снова, чтобы она отросла, стала пышной. И вот так становятся бородачами. Я понимаю старца Фура теперь. Понимаю Гендальфа. Они тоже через это прошли. Теперь у них огромнейшая борода. А скоро у меня будет такая же борода. Примерно через год я уже буду сидеть вот так. У меня будет пол экрана бороды. Но ничего, я ее буду красить в зеленый цвет, чтобы потом откеять вместе с фоном. Так что все будет нормально. Заодно буду подставлять себе тело какое-нибудь накаченное. Кучу дел мы можем с вами замутить. А еще я очень хочу придумать способ попасть на эту... На это деревце. Я уверен, что это как-то можно сделать. И я, кажется, понял, как это сделать. Давайте, давайте вот сюда проведем. Каким-то неожиданным образом я до этого додумался, потому что... Я сейчас думал, так, мне придется найти какое-то новое место с мостом. И решать загадки, а не шивот всякак просто делается. Наконец-то мы здесь. Ай! И... Кстати, здесь не может быть каких-нибудь аудиожурналов. Вот я не вижу, по крайней мере. Если я пропустил, дайте мне знать. Хорошо, я думаю, мы пойдем отсюда. И я хочу в данный момент сосредоточиться на... Открытие лазерных ящиков. Ну-ка, а баг будет интересным? Мы не падаем. Это так странно было. О, как хорошо. Прямо как надо. И здесь нужно решить простейшую загадку. А вот для чего вот это вот? Я... А! Ну да. Прямо и направо. Все, понятно. Здесь все. Здесь она довольно-таки простая. Че? А как е... А как еще решить-то? Других здесь вариантов нету. Может быть, как-то неправильно нужно решить. Ох, как я додумался. Пойдемте в город. Недостроенный город. Мне кажется, там будет круто. Или же снова найти место, в котором мы еще не были. В болотах мы были и ящик мы там не открыли. Мы уплыли на лодке. Может быть, следует... Закончить это дело. А может быть, пока забить. Смотрите, это же рука. Рука дает нам пятюлю. Или богу. Кстати, пока я монтировал прошлый выпуск этой игры, я поймал себя на мысли такой, что этот чувак-создатель, он настоящий мужик. Знаете почему? Потому что эта игра, она отражает мужскую психологию очень прям ярко так. Вспомните себя в детстве. И как вот вы с друзьями или, допустим, самостоятельно придумывали какую-то игру. Допустим, кидание камешков, чтобы они бились от других камешков, да? Вы такие, раз, кинули, и прикольно отбилось. Вы такие, хм... А давайте усложним, сделаем из этого какое-то правило. И таким образом вы постепенно с интересом усложняли игру, придумывали правила. И она становилась очень разнообразной. По сути, здесь то же самое. Чувак такой подумал, вот, прикольно линию провести из точки А в точку Б. А давайте я усложню это. Следующая загадка будет вот так вот, более изощрённой. И вся игра представляет из себя именно это. То есть, по сути, не знаю, как мне кажется, что главная цель этой игры увидеть прекрасное в мире вокруг вас, увидеть что-то интересное. И сделать из этого игру. Воспринимать весь мир как такую игру. Настольную игру, наверное. Или, не знаю, уличную игру. Где каждая вещь может что-то из себя представлять. Какой-то символ. И ваша задача нарисовать этот символ. Даже когда, в принципе, вы лежите там на полянке и смотрите на облака. Вы начинаете искать какие-то образы в них. По сути, это и есть эта игра. Просто засвидетельствуйте. То, что весь мир это игра. Вот такая вот меня мысль посетила. Я решил вам её рассказать. Я надеюсь, вы найдёте её интересной. Давай. Ну, здесь должно быть что-то. Где это должно лежать? Кстати, с этой стороны тоже загадка есть. Я не вижу. Я не вижу аудиожурналов пока что. Слышите? Чё-то скрипит. Мы в каком-то бамбуковом лесу. И это очень здорово. И... Аааа. Он... Суп! Птичка. Живая птичка где-то здесь. Вот. Я иду. Она специально зовёт меня. Аааа. Ха-ха-ха-ха. Лабиринт из бамбука. Стоп. Давайте постоим. Может быть, она крикнет из другого места теперь. А! Она перемещается. Возможно, это просто звуки. Но очевидно, что это то самое. И мне придётся рисовать. Но сначала должен найти экран. Какой-то здесь неприятный звук такой, немного страшный. Уф-уф-уф-уф. Заблудиться здесь очень легко. А экрана я не вижу. Вау. Ага, сюда лодка приплывёт. Ааа! Там ещё целая куча всего интересного. Этих коробок жёлтых. Просто дохрена. Ааа. Ааа. Стоп. Давайте. Спасибо. Странно. Всё не так просто. Да, что-то мы уж совсем далеко уходим в дебри. Аааах. Умиротворение. Знаете что? Давайте пока что отправимся к китайскому дворцу и решим загадки там. Там, в принципе, на полпути мы к разгадке. Вот эти загадки. Мы никак не могли их решить. Но я чувствую, что сейчас, если я зайду, у меня всё получится. Понеслась. Одни жалюзи закрылись. Другие открылись. Это нету я у дежурнал? Нет. Скотина, как же мне встать? В прошлый раз у меня так и не получилось нормально встать. Это тень. Возможно, я не должен полностью поравнять узор. Может быть, я должен просто вот так вот как-то встать и увидеть примерный путь. Вот. Вот, 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 вот. Наконец-то. Давай, решайся прямо здесь. Всё, я понял, нужно стоять ближе. Я всё-таки ходил далеко. О, свежий взгляд, ребят. Здесь будет гибарой. В какой-то момент мне показалось, что я увидел свастику. Игра, перестань. Это незаконно. Вот он, вот он узор мой. Неужели я прям вот, вот таким вот образом могу пройти? О, решил. Нет, я не решил. Вот этот угол тоже отрежем. По принципу... Я не знаю как. О, есть, получилось. Хоро... Ну, здесь мы должны умереть. Здесь уже придётся на память. Надо найти грамотное расположение. А, погодите, может быть, мне удастся отсюда посмотреть. Ага. Вот таким вот образом, да? А-а-а-а-а-а-а-а. Нифига, неправильно. Нужно в эту сторону. Вот таким вот. Да-да-да, я же смотрю с этой стороны. Как их грамотно меня лоханули. Но я лоханул в ответ. Втройнее лоханул. Здесь нет ничего. Нету аудиожурналов. Мы заходим в этот сад. Для чего? Кстати говоря, провод пошёл. Мы же включили мониторы, да? Да! А вот и загадки пошли. Как мне их решать? Стоп. Всё не так просто. Не надо как дебил подбирать варианты. Нужно найти логику какую-то. Например, вот. А вот мы её и нашли. Только вот не понимаю, как тогда встать. Близко встать? О, как приятно. Есть. Здесь как? А здесь с другой стороны? И, возможно, речь идёт уже вот об этом. По любасу, по любасу мы... Есть! Следующее. Всё на этих штук и замешано. Всё очень просто. В какой-то момент загадки должны измениться здесь и... Сами ветки должны указывать нам путь, как мне кажется. И так и есть. Они указывают нам путь вот сюда. Сюда. Теперь здесь поравнять нужно. Здесь и вот так вот. Да. Ну? Куда-то... Стоп. Я думал, что-то с деревом начнёт происходить. А нифига. Стоп. Там же ящик. Нет? Это ящик мы... Мы прям открыли ещё один лазер. Как про. Давай, открывайся. А как он вылезет-то оттуда? Вот так вот. Один лазер, ещё один готов. Какой он медленный. Какой он медленный. Итого у нас уже пять их. Как насчёт того, чтобы вот сюда сходить, посмотреть, что здесь есть? Там явно должен быть ещё один ящик. Ооо, побережье. И я вижу дорожку. Которая может быть узором. Или может и не быть. Мы, кстати, можем лодку прям призвать сюда, я так понимаю. Вот отсюда, вот эта гора кажется, как будто я в Майнкрафт играю. Она поплывёт? Я так понимаю, она там где-то занырнула. И быстро сюда телепортировалась. Ясно. Хорошо, мне пока не нужна. Но рада, что мне не придётся ждать долго лодку. Чтобы она доплыла с той стороны острова. А это какие-то полувысушенные, судя по цвету, желтоватому. Полувысушенные джунгли. Пальмы. Пальмы, что с вами? У них засуха здесь. Что это? Кто-то здесь отдыхал. Блин, я бы хотел себе этот остров. Просто чисто только для меня. Стоп, нашёл, нашёл, нашёл. А-Е. Господи Боже, помощник ищущих Тебя. Я вижу Тебя в райском саду. И не знаю, что вижу. Потому что не вижу ничего видимого. И только это одно я знаю. Знаю, что не знаю, что вижу. И никогда не смогу узнать. Не могу и назвать тебя, не зная, кто ты. Если кто-то скажет мне, что ты зовёшься таким-то или другим именем, уже тем, что он называет это имя, он убеждает меня, что это не твоё имя. У стены, за которой я тебя вижу, кончается всякий способ обозначения и именования. Если кто-то выразит какую-либо мысль, которой якобы можно тебя помыслить, я тоже знаю, что эта мысль не мысль о тебе. Любая мысль кончается у стены твоего рая. Если кто-то предложит какое-либо уподобление и скажет, что тебя надо представлять таким-то образом, я опять понимаю, что не твоё это уподобие. Уподобление. И точно так же есть все, кто выскажет понятие о тебе, предлагая способ, каким тебя будто бы надо понимать, этому понятию далеко до тебя. От всего подобного тебя отделяет непреодолимая стена. Всё, что можно сказать или помыслить, стена отгораживает от тебя. Абсолютно превосходящее всё, что может кому бы то ни было прийти на ум. Николай Кузанский. 1453 год. Насколько сейчас это было... Блин, эти слова, они клёвые. Я думал изначально, первый раз, когда что-то про религию говорилось, я думал, что эта игра будет идти в эту сторону, в сторону религии. При этом не отделяя её от науки и так далее. Но здесь она говорит нечто о чём-то большем. О внутреннем восприятии чего-то непостижимого. Только ты единственным можешь догадываться о чём-то великолепном, могущественном где-то там. И мы все об этом думаем. Даже думая вот об этом космосе, который... И думая о центре вселенной, да, и о крае вселенной, я представляю что-то вот, что-то могущественное. Не обязательно живое. Но просто какой-то механизм, который... Возможно, частью которого я стану после смерти. И вот сейчас добавлю одну мысль, которую я сегодня вычитал, читая комикс. Я люблю читать комиксы «Ходячие мертвецы», особенно... Так вот, я прочитал комикс, называется «Сага». Очень клёвый. Не для детей, совсем не для детей. Так что, если вам нет 18-ти, вам не нужно это читать. Не то, что там это... Это не порно. Это просто взрослый, там куча ненормативной лексики, и куча такого... Мерзкого. Но комикс просто шикарный, и всем советую, кому есть 18. Так вот, там была одна мысль, которую я прочитал сегодня, и мне она очень понравилась. Любой, кто думает, что в одной книжке будут ответы на все вопросы, явно не читал достаточно книг. Понимаете, да, к чему это? Я думаю, вы понимаете. Вот, например, пойдемте сюда. Здесь у нас пирс небольшой. Вы видите это? Посмотрите, начинается отсюда и заканчивается вот здесь. Проходим. Да-да-да, я так и знал, что здесь будет нарисована линия. И, допустим, вот сюда поплыли. Нет, это какая-то жопа, мы чертовски далеко. Давайте в гавань. Вот таким образом. Мы можем себе выбрать путь. Вот так поплыть или вот так. Давайте так попробуем. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Стоять. Вот это. Мразь. Все, хорошо. Как-то мы сейчас будем обрисовывать это дело. Получилось. Попробую заодно вот эту схватить. Давай, 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 давай. Медленно. Ползи, медленно. Есть. Давай, 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 давай. Просто прорываемся. Ай-е. Куда она полетела? Где-то вот там вот стоит. Здесь стоят эти покрышки. Ладно, поплыли сюда. Там у нас тоже есть ящик и куча нерешенных загадок. Теперь этот шарик для меня представляет интерес. Я хочу начертить узор. А может быть вот это? Но явно же, видите, вот, завершение в эту сторону, либо в эту. Каким-то вот образом мы можем поравнять. Смотрите, солнышко. Солнышко отражается. Значит, значит, оно и на этом, на верхушке должно отражаться? Да. О, какой звук страшный даже был немножко. Значит, надо везде найти правильное расположение. Солнце. Сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек. Да здесь их куча. И везде отражается солнце. Только вот непонятно, куда мы придем в итоге с помощью этого. Много куда можно прийти. Знаете, я думаю, здесь мы с вами закончим. Мы и так достаточно посмотрели. И это... Это очень здорово. Сохраним интригу на следующую серию. А на этом мы с вами закончим. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то лайк поставьте. Подпишитесь на канал. Расскажите друзьям. Вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. В друзья добавляйтесь ВКонтакте и на Фейсбук. Все интересующие вас ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. Пойду спать. Сейчас очень поздно. И я, наверное, всех бешу вокруг своим громким болтанием. Вот. Так что, возможно, меня убьют просто. И это последнее видео. Так что, пока. Ладно, давайте пятюлю напоследок. Вы готовы? Раз, два, три. И пять.